Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Эмоционально пострадала от своего тренера досуга в счастливый период в своей жизни. Видимо, он задел мое чувствительное место, но это было хобби. Я пострадала, а я потом дома в семье, и вот не могу найти ни хобби, ни счастье в браке, начались ссоры с друзьями. Ситуация стала настолько негативной, она накатила, как увеличивающиеся к вам неприятности. У меня появились плохие прогнозы относительно себя. После этого они стали оправдываться. После этого появился страх больших неудач, что, конечно, приводит тормозить меня в жизни. Жизнь стала грустной и проблематичной. Что делать, как смыть этот негатив, да что хвататься-то? Уже долго держится, больше 10 лет не проходит. Я думал, время вылечить, но нет, счастье пропало, эмоции тоже не приходят. Порядок. Итак, эмоционально пострадала от своего тренера досуга в счастливый период своей жизни. Что мы здесь имеем? Во-первых, мы здесь имеем эмоциональный пострадал. То есть подразумевается, что вы испытали некоторые негативные эмоции. И после того, как вы их испытали, судя по, по крайней мере, тому, что вы описываете, вот после того, как вы испытали эти негативные эмоции свои, вы не нашли способа с ними, грубо говоря, как-то обратиться. То есть вы остались как бы наедине со своими эмоциями. Вы испытали то, что называется изолированность, на мой взгляд. На мой взгляд, вы испытали изолированность. Вот. И, соответственно, эта изолированность дает сейчас о себе знать. Вот, значит, таким образом. То есть, таким образом, связанным именно с тем, как мне видится, что ваши эмоции, реакция на то, что тренер вас задел, осталась в туне. То есть вы ее никак не проявили. Судя по тому, опять же, что вы говорите, что вы пишите. Значит, что здесь необходимо? Здесь необходимо, чтобы вы рассказали, а значит, фактически проговорили, а значит, фактически прожили то, что с вами произошло. Вот. Я, конечно, не знаю, рассказывали ли вы кому-нибудь о том, что ну, произошло с вами. Говорили ли вы? Имели ли вы возможность разделить с кем-то вот свои чувства в данном случае? Вот. Лично мое предположение, что так как так как нужно вам нет, то есть мое предположение заключается в том, что так как вам этого хотелось бы, так как вам было бы комфортно, вы бы вы этого не сделали, вот, и, соответственно, осталось эмоционально не отреагировано. Дальше. можно ли здесь говорить о том, что изменилось ваше представление о себе, да, то есть вы стали вот как-то иначе по-другому о себе думать, например, да, по-другому там что-то, ну, по-другому себя представлять и так далее. Я думаю, что да, можно, можно об этом говорить, но я также хотел бы подчеркнуть факт того, что, вероятно, у вас всегда эти представления были. Всегда. Они не уходили, они не исчезали. Они были с вами, эти представления. просто до поры, до поры, до времени они вот, что называется, дремали. Вот. Они, ну, как-то посредственно, знаете, давали о себе знать. Вот. Вы как-то умели с этим жить, вы умели с этим как-то обращаться, то есть выработали вы, выработали вы какой-то механизм проживания с этим, вот. столкнувшись, значит, с реальной историей, вот, столкнувшись с реальными событиями, вот, вас это потрясло именно, вероятно, по, потому что это было неожиданно. то есть вы, вероятно, ну, просто не ожидали от человека, вы не ждали от человека, условно говоря, такой в кавычках подлянки, вот, при том, что сам человек может быть даже и не догадывается, что он сделал, да, то есть он может быть не знает, что он сделал, он может быть не в курсе того, что вам как-то больно, что вам как-то вот тяжело, что вам как-то неприятно и так далее. Такой момент. Дальше. Вы говорите о о тренере досуга. То есть вы описываете свой жизненный период как период счастливый, вот, и в то же время вы говорите, что, ну вот, у меня был тренер досуга. Как минимум, это вызывает определенные вопросы, да, как минимум. что это за история, когда у вас вроде бы как период жизни счастливый, да, вроде бы как период жизни у вас хороший, но вы пользуетесь, вот условно говоря, услугами тренера по досугу. все ли так было хорошо у вас. Видимо, он задел мое чувствительное место, пишите вы, какое это место было, но это было хобби, а пострадала я. А как он это сделал? Пострадала я, потом дома в семье, и вот не могу найти ни хобби, ни счастье в браке. То есть вас обесценили, грубо говоря. нужно выяснять, каким образом это обесценивание стало возможным для вас. Начались ссоры с друзьями, ситуация стала негативной, накатила, у меня появились плохие прогнозы относительно себя. Пишите вы. Это история про агрессию. Вот. а если быть до конца точным, то это история про ауто агрессию. Вот. Что такое ауто агрессия? В данном случае. в данном случае. Ауто агрессия в данном случае это история про то, что вот вы чувствуя агрессию, которая возникает вполне естественным образом на ситуацию, когда на вас было совершено нападение, да? Вот. Ауто агрессия нацелена не на кого кто-то сделал, а на себя. Именно в силу того, что вы не можете ее выплеснуть. Что касается негативных сценариев, которые начали оправдываться, то на мой взгляд здесь история связана непосредственно с наказанием. То есть вы себя как будто бы наказываете. Вот. Вы себя как будто бы наказываете именно вот этими вот ну скажем так, да, негативными сценариями. Вот. То есть вы себя по сути ну именно что наказываете. Вот. Как мне видится. По крайней мере. Вся эта история. Вот. Ссоры это как раз да, ссоры это история про агрессию. Вот. Ну вашу. Ваша агрессия. Тут я думаю все понятно. Дальше страх небольших неудач про желание доказать. То есть у вас появилось желание доказать тренеру что он не прав например. Так жизнь стала грустной и проблематичной. Ну это слишком общее нужно детализировать что делать как смыть этот негатив прожить его за что хвататься за свою внутреннюю реакцию уже долго держится больше десяти лет не проходит я думал время вылечит но нет сейчас ты пропал эмоции тоже не приходят в порядок в этом может помочь вам разобраться психолог психолог поэтому обращайтесь за помощью к любому из специалистов на этом все буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу вот всего вам самого доброго